На любимую работу Саша гордо шествует даже по лужам. Устроиться в престижную турфирму девушке помог не только красный диплом. Александра Красавина победительница конкурса Национальной Академии Туризма. Месяцы уборной работы прошли не зря, а ведь год назад она представляла свое будущее совсем другим. Странно меня скорее начали привлекать после того, как я начала обучаться на туризме. Изначально, когда я поступала туда, я не преследовала цели именно работать в этом русле. Ну вот как-то так получилось. Для сбора материала к дипломной работе девушка лично пропутешествовала по всему Поволжью. Теперь ее заочно будут благодарить пассажиры всех автобусов. Комфорт и безопасность – это основа интерактивных программ, созданных Сашей. Совсем скоро они будут применяться на практике. Научный руководитель Александры Красавиной Андрей Данилов отмечает ее инициативность, творческий подход и грамотные решения. Любая автоперевозка туристов – это как треугольник такой, да, с одной стороны. Это транспортная компания, представленная конкретно водителями, да, и самим транспорт, с другой стороны, сопровождающий, официальный представитель турфирмы, который арендует автобус, да, и с третьей стороны сами туристы. И очень часто вот между ними возникают серьезные конфликты. Но вот Александра смогла найти решение, как эти конфликты смягчить. Сейчас Александра Красавина сосредоточена на промо-турах. Швеция, Индия, Таиланд, Турция – это лишь часть стран, в которых за свои 23 года девушка уже успела побывать. За границей есть не только пляжи и отели. Из каждого государства Саша привозит в Ярославль свою изюминку. «Каталась на слонах и сколесила все вдоль и поперек на скотере самостоятельно со своим молодым человеком. Буря эмоций». Уже через две недели девушке предстоит новый тур в Азию, а по возвращению – родные гостиницы, автобусы и маршруты. Туристов нужно не только отправлять на отдых, но и уметь принимать. Тем более, что Ярославль уже второй год подряд попадает в рейтинги лучших российских городов, рекомендованных для посещения. Вячеслав Левченко, Сергей Ватин. День в событиях.